Все равно, когда проходят чередою Здравствуйте! К нам в студию приходят люди, которые наизусть помнят строки Здравствуй, страна героев, страна мечтателей, страна ученых По той простой причине, что эта песня звучала практически во всех праздничных мероприятиях К нам в студию приходят люди, которые стояли у истоков создания любительского народного театра И замахивались на Вильяма нашего понимателя Шекспира К нам в студию приходят люди, которые помнят, как возрождалась Свенская ярмарка И не просто помнят, они сами ее возрождали Короче говоря, к нам в студию приходят люди, которые помнят все, что было Моя собеседница незадолго перед началом эфира сказала мне такую фразу Меньше всего мне хочется, чтобы из меня делали легенду А ведь придется, потому что сегодня у нас в студии воистину легендарный работник культуры Римма Емельяновна Сенчукова Здравствуйте, Римма Емельяновна Добрый вечер Я не оговорился, потому что, вы знаете, кого я... Меня спрашивают, кто будет на сей раз в гостях Я говорю, Римма Емельяновна А, ну так никаких артистов не надо Римма Емельяновна сама целый театр Вы действительно стояли у истоков Исфенской ярмарки, вы стояли у истоков большинства праздничных мероприятий, которые проводились у нас в городе Вы являетесь заслуженным работником культуры, вы режиссер-постановщик областной филармонии, короче говоря, можно перечислять долго ваши регалии У меня один вопрос для начала Скажите, а какое самое большое количество людей, с которыми вам приходилось работать? Пять тысяч человек Вот я не помню Поздние стадионы, может быть и больше, но первый стадион в своей жизни в городе Клинцах в 70-м году Вот эту цифру я запомнила, это было пять тысяч человек, действующих лиц Наверняка было и больше Ну а потом, наверное, я потом уже не считала А это, потому что это было впервые А потом и для Клинцов это было тоже впервые И как-то вот запомнилась эта цифра, потому что считали, специально считали Я всегда четко знаю, представляю свои возможности и способности Я просто перед вами нужно снимать шляпу, потому что сделать из толпы, сделать действо Это дано, ну, далеко не каждому Это мое глубокое убеждение Давайте посмотрим вашу визитную карточку, чтобы наши телезрители поняли, с кем они имеют дело Буквально она длится где-то в пределах минуты, но такие основные вехи пути А потом мы с вами повспоминаем Римма Емельяновна Сенчукова родилась во время эвакуации в Татарии в 1943 году Мама-врач, отчим кадровой военной Вскоре семья перебралась в украинский город Прилуки, где Римма закончила среднюю школу После этого она едет в Москву и поступает в Государственный институт культуры на отделение режиссуры Римма Емельяновна проходила практику у великих режиссеров Юрия Любимова и Анатолия Эфроса После защиты диплома она едет в Калинин, где у нее родится сын, а затем в Москву В 1968 году, благодаря неожиданному стечению обстоятельств, Римма Сенчукова переезжает в Брянск Как раз в это время здесь организуется Межсоюзный дом самодеятельного творчества На базе которого она занимается развитием любительского театра Позже становится художественным руководителем Дворца культуры железнодорожников Входит в состав режиссерско-постановочной группы при ЦК ВЛКСМ Среди мероприятий, поставленных группой, празднование 40-летия победы под Москвой Столетие комсомола, 40-летие Сталинградской битвы, вахта памяти в Латвии, в лагере Саласпилс Юбилей начала освоения Целины в Казахстане В нашем городе Римма Емельяновна организовывала первые свенские ярмарки Готовила праздник Тысячелетия Брянска, фестиваль Тарарам Параллельно она преподавала в колледже культуры и искусства на режиссерском отделении Римма Емельяновна Сенчукова – заслуженный работник культуры У нее двое детей и трое внуков Ну такое нагромождение получилось, события, но в принципе ошибок не было 100-летие комсомола будет только в 18-м году, а сейчас 17-й год 50 лет в ЛКСМ, это да, я принимала участие Римма Емельяновна, как говорил Виктор Сухоруков в фильме «Брат», когда он говорит Да, говорит Филипп Киркоров, да что с него взять, румын, а девушка его поправляет, так он же вроде болгарин, да какая разница Так что, в принципе, 50 лет в ЛКСМ Главная тема, да Да, в общем, но в основном ошибок не было Нет, нет В основном правда Римма Емельяновна, я хотел спросить у вас Я упомянули в этой самой визитке, что вы попали в Брянск из Москвы при достаточно странных обстоятельствах И остались здесь тоже при странных обстоятельствах Это было в каком году? В 68-м году В 68-м году Через год Что это за обстоятельства такие странные? Ну, у меня развалилась семья моя И я из Москвы ехала домой, в Прилуке, к родителям И в купе со мной была женщина Такая очень несчастная, после трагической истории У нее погиб любимый человек, муж Который в Брянске Жил после войны на улице Алексея Толстого на Брянске первом Так У тети Потому что родители погибли Он был в детском доме Тетя его долго искала И, наконец, она привезла его в Брянск на улицу Алексея Толстого И Сана, как ее звали Она говорит, я хочу посмотреть на эту улицу Потому что он так много рассказывал о том, какая там мягкая была трава Ну, это было детство Ну да Там была трава, такая мягкая Я хочу посмотреть Ну, давай сойдем Я никогда в Брянске не была Проезжала мимо на каникулы Ну, давай Мы отметили у дежурного билеты Оставили вещи в комнате отдыха Так И пошли искать эту улицу на Брянске Но вы же не знали, что Брянск это не только город партизанской славы Но еще и славился как столица воровского мира Нет, я не знала этого Ну, так, такой вокзал красивый И нас обчистили немножко И мне пришлось остаться из-за нее Потому что, если я ехала налегке У меня утащили киношный грим из Лодзинской киностудии Конечно, я очень жалела об этом Но ее-то обчистили основательно Ну, вот пришлось задержаться Представляете, какое потрясающее действительно стечение обстоятельств Если бы не воры Да, то, может быть, вы бы и не остались бы у нас в нашем городе На два дня думала Все И задержалась так надолго Потрясающе У нас, знаете, есть традиция Мы задаем вопросы нашим телезрителям Мы, я напоминаю вам, работаем в прямом эфире И, как обычно, не с пустыми руками, что называется У нас один вопрос для голосования Напоминаю вам, что совершенно все звонки бесплатно идут Вопрос для голосования Ну, я ломал-ломал голову И как вопрос о студии Давайте мы попробуем его сформулировать так Кто-то любит массовые праздники А кто-то нет Вот вопрос звучит так Я люблю массовые праздники Да или нет? Вот, пожалуйста, звоните Может быть, кто-то предпочитает отдыхать там в узком кругу Или отмечать какие-то праздники Даже кто-то считает, что массовые праздники Это прежде всего, наверное, это единение Да? Вот цель праздника В любом случае, конечно, единение Пожалуйста, вы можете голосовать Звоните по одному или по другому телефону Звонки бесплатные, я вам напоминаю А есть у нас еще вопрос от нашей гости Римма Емельяна Сенчукова Римма Емельяна, пожалуйста, сформулируйте его Мой вопрос Да Ну, это то, что меня беспокоит, да? И хотелось бы услышать мнение Телезрителей Жестокие годы последние, жесткие Они из профессии нашей Вымыли очень многих профессионалов Талантливых людей Из-за того, что упал престиж профессии Была очень низкая зарплата Сейчас вроде бы зарплату повысили И вот меня интересует вопрос А вот достаточно ли только одного повышения зарплаты Чтобы вот этих людей в профессию вернуть Чтобы вот этот кадровый голод, который образовался И мы все его очень чувствуем Да Чтобы он как-то был восполнен И вопрос, где профессионализации Который, ну просто вот сейчас стоит очень остро В нашей отрасли Чтобы он все-таки был решен Прекрасный вопрос Достаточно ли зарплаты Прекрасный вопрос Мы его сформировали вот таким вот образом Поможет ли повышение зарплаты работникам культуры Вернуть Да То, что утеряло Именно профессиональный кадр вернуть В сферу культурной деятельности Потому что кадровый голод на лицо А кадры, как известно Как оказал один человек Не будем называть Кадры решают все Дорогие друзья Я не зря обмолвился Что мы не с пустыми руками Потому что мы с Римой Мирианной Будем учитывать все ваши ответы на ее вопрос И звоните нам, пожалуйста, по телефонам Два телефона на экране 309 100 или 308 900 Отвечайте В конце мы подойдем итоги В конце нашей часовой программы Подведем итоги И за самый интересный ответ Или, может быть, самый интересный вопрос Адресованный нашей гости Вы получите два билета В наш любимый драматический театр На спектакль Старик Хатапыч Куда можно пойти Либо с внуком, либо с внучкой Либо с дочкой, либо с сыном На 4 июля Вот такой вот приз у нас сегодня Ну, а мы тем временем продолжаем Звоните нам, пожалуйста Телефоны на ваших экранах Ну, естественно, и голосуйте Рима Мириан, я хотел бы еще Есть такой вот маленький Достаточно такой видеофильм В котором без называния мероприятий Которые вы готовили Они просто скомпонованы В одно целое И я хотел бы, чтобы Наши телезрители сейчас Увидели это своими глазами Давайте посмотрим Да и я посмотрю Угу, пожалуйста Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Ну, на мой взгляд, это очень впечатляет Это наверняка далеко не полный перечень Но настолько это все разнообразно И как на все хватает сил Вот скажите мне Тут русский крест С одной стороны Тут Хацунь Тютчев Тут Олимпийский огонь И все А еще тот же самый человек говорил такую фразу Незаменимых людей нет Вот ты Не надо прислушиваться к этому человеку Незаменимые люди есть Есть Это однозначно А вы можете на вскидку сказать Когда было сложнее всего? Ну, когда Задание или заказ Приходилось за несколько дней Потому что, в принципе, уже к средине уже своих, своей работы Уже как-то на стадии придумки, фантазии, на стадии репетиций не было трудностей А трудности всегда были Когда был цитнот Не хватало времени И, как всегда, не хватало денег Естественно Вот это было трудное Конечно Рима Елена, давайте послушаем звоночек телефонный Говорите, пожалуйста, представьтесь, вы в эфире Говорите Добрый вечер Добрый Я Валентина Я Валентина Ну, это лично мое мнение такое Хочу поддержать культуру Так как я имею непосредственно тоже участие Я занимаюсь в Доме культуры В городском Доме культуры Промка, так как у нас называют в городе В вокальной студии Академического отмения Мы поем романсы И вот я хочу сказать Единственное, что это все-таки призвание Культура — это призвание Там нет посторонних людей Которые были посторонние люди Так называемые Они все-таки, я считаю, ушли Безвозвратно Никогда они назад не вернутся А это вот как призвание Вот человек Он служит даже за пять категорий Он будет служить Потому что его душа Неразрывно связана с культурой Поэтому вот мы, мое мнение такое Понятно, понятно ваше мнение Спасибо за звонок Валентина Очень неоднозначно, правда? Да Как вы считаете? Она права Она права Ну, я вам хочу сказать Конечно, сначала первыми сдуло Как говорится, с арены Именно этих людей Случайных людей Случайных Которые были Профессионалы держались долго Но потом, конечно, стало убывать и их Но это призвание Хотя, в принципе, вот в моей профессии В режиссуре Да в любой режиссуре Это 20% таланта И 80% характера Все-таки И там, где есть характер Ну, там, конечно, есть и выдержка И упрямство И желание, так сказать, стукнуть Сказать, ну вот не сдамся на зло Хоть за три копейки Хоть за три копейки Не сдамся Не сдамся Мы приготовили небольшой сюрприз Для вас Мы записали мнение Одного из ваших коллег Который пожелал Поделиться им Своим мнением И, ну, или рассказом Как вам будет угодно О вас Давайте послушаем И посмотрим Вы его наверняка узнаете Прямо сейчас Да Про Риму Рассказывают такую легенду Что на одном из Больших брянских праздников Должен был выступить Спецназ ГРУ Для того, чтобы вызвать их туда Она связалась с министром обороны Отказ Она уговорила командира Отказ И тогда Говорят, что Рима Задержала вылет Самолета На котором спецназовцы Должны были Вылететь На очень серьезную Спецоперацию Не знаю Насколько Это Правда Конечно, здесь много Преувеличений Но это Вполне Вписывается В манеру Римы Вот я не помню Кто-то из поэтов Сказал Есть такая вещь Восхитительное Безумие Вот по-моему Это В полной мере Относится к Риме И за это И очень многое Прощается Вот такое вот Высказывание Анатолия Борисовича Рудницкого Которого вы прекрасно знаете А теперь Мне бы хотелось узнать От вас Все-таки Развенчаете вы эту легенду Или это не легенда А был Там, вы понимаете Там и Я чеку пока тем временем Вы рассказываете Я наливаю И правда И придумка И И приплюсованно Кое-что Дело в том Что Действительно Через Министерство обороны На Праздник Пятидесятилетия Освобождения Брянщины Но это при помощи И военкома Областного Был Вызван Спецназ Так Но в это время В Дядьково Мой коллега Любимый Боря Вишневский Делал свой праздник И делал стадион И Ну вы же знаете Возможности районного города Меньше чем областного Конечно И он попросил меня Рима Ты можешь сделать так Что когда закончится У тебя твой праздник Сделать так Чтобы Спецназ был У меня В Дядьково И они Под эту рекламу Там такая реклама В Дядьково Была Спецназ Там будет Трубка Там кирпичи Будут ломать Там доски Ломать Кирпичи Эти спецназовцы Показательные выступления И Я дала согласие И на следующий день Совершенно случайно Под большим секретом Я узнала Я даже не могу сейчас сказать Фамилию человека Который мне это сказал Потому что Он не имел права Это было Разглашение Государственной тайной Начались События в Абхазии И То время Которое было Запланировано Для отправки Спецназа Обратно Вместо Дислокации А это была Тульская Дивизия Оно Корректировалось Они Располагались В воинской части На Кургане Бессмертия И я Их выкрала Я их Выкрала Потому что Выкрала С помощью Виктора Дакше Он был тогда Мэр Да Он был тогда Нет не мэр Он был главой Советского Администрации Советского района И Но самое главное Что Я помню Когда они уже Оружие Я сказала Не брать Потому что Сразу бы вскрылось Слава богу Что их выкрыли Без оружия Дежурной по части Еще информации Которую я знала Он еще Этой информации Не знал И поэтому Когда мы их Посадили В автобус Который якобы Должен был Везти их Потом К месту Дисвокации И ехали мы К воротам И ворота Открывались Так медленно Медленно А я смотрю А там бегут И я не знаю То есть бегут Для того Чтобы сказать Стоп То ли бегут Это просто бегут И когда мы Вырвались Наконец Из этой Из этой части И помчались На всех парах В Дядьково Потому что Мы опаздывали И все время Я знала Я смотрела По часам И я знала Сценарий И я знала Вот сейчас Они делают это Вот сейчас Они делают это Мы не успеем Мы не успеем И когда мы Прибыли В Дядьково И примчались На стадион Все Уже эпизод Этот шел А ворота Далеко Это надо было Заранее Зарядить людей Для того Чтобы они могли Участвовать В эпизоде Я их Я говорю Выстраивайтесь Они выстраиваются И я Я говорю За мной По кромке Стадиона Потому что Они не знали Куда бежать И делая вид Деловой Такой Я провела их У меня такое ощущение Вы знаете Что Боря сделал Он встал на колени Прямо тут же На стадионе Я знаю Боря Вишневская Старство Небесное Я не сомневаюсь Что именно так Он должен был поступить А наверное Сами десантники Они Расставшись с вами Подумали Господи Лучше бы мы В Абхазию поехали Вот дорогие друзья Вот Помните Да Коняна С какой остановки Горячую Избу войдет Вот это про нее Про нашу сегодняшнюю гостю Сейчас реклама Не забывайте Звоните нам По телефону В 308 900 309 100 Ждем ваших ответов И вопросов И не забывайте Голосовать Реклама пройдет быстро Заслуженный работник культуры Римма Емельяна Сенчукова Сегодня у нас в гостях В прямом эфире Мы работаем в программе Все что было Это история Которую сейчас Начал рассказывать Толя Крудницкий А продолжили вы Она действительно уникальна Она потрясающая И в нарушение всех Саконов Всех правил Вы умудрились Не сорвать праздник А доставить Десантников Которые летели На какое-то Обалденное Спецзадание Не куда-нибудь А в Абхазию Но это достойно Того чтобы это было Написано Пером Вообще-то По-моему так Римма Емельяновна Мы Да я обращаюсь К нашим телевизорителям Звоните нам Не забывайте Задавайте вопросы Римме Емельяновне И отвечайте на ее вопрос Способны ли Денежное вливание Повышение зарплаты Вернуть Профессионализм Такое понятие Как профессионализм В кадры Нашей культуры А сейчас Я думаю Что Вот Я попрошу Нашего режиссера Поставить кадры Свенской ярмарки Потому что Это для вас Я знаю Очень многое значит Мы просто-напросто Взяли Скомпоновали Вот из нескольких За несколько лет Мы с вами Будем комментировать И первые Да И первые Я честно говоря Даже вот не знаю Разных-разных По-моему Когда первая ярмарка Извините меня Это еще и Нашего телеканала Это не было Вот это вид сверху Ну и вы сами Рассказывайте Вообще Как Как это все начиналось Как Как пришла в голову Идея Возродить Свенскую ярмарку Это Мероприятие Было в рамках Празднования Тысячелетия И Материалы Свенской ярмарки О Свенской ярмарке Нам давал музей И Была такая Замечательная Женщина В горкуме Партии Алиса Ивановна Медведева Знаю прекрасно Да Ой Ее забыли Очень многие Недавно спросила Помните ли вы Такую женщину Алиса Медведева Знаем Да Не помнят ее Она придумщица Была такая Партизанка Бывшая Партизанка В каком-то смысле Не в том А она такая Партизанин Любим Хулиганистая Это была Такой партийный Работник Немножко Такой Задорный Задира И Вот Пришла Вот такая Вот идея Когда стали Изучать Материалы Тысячелетия Брянска И стали изучать Это же очень Яркий Момент Свенская ярмарка Она же гремела Тогда Конечно Вот тогда Пришла Мысль Сделать Ее Но времени Было мало Потому что Тысячелетие Это какой год Тысячелетие Это был Так Восемьдесят пятый год Это был Восемьдесят пятый год И Тогда Денег Было Только на одно Мероприятие Нет Там была Конечно Череда таких Вручения Всяких Там Наград Концерты Праздничные Открытие Фонтанов Открытие Новостроек Которые Посвящались Тысячелетию На это Конечно Все это было Своим чередом А Денег на Свенскую ярмарку Не было Не было Стадион На стадион Еще Как говорится Могли мы Наскрести Наскрести Да не Наскрести Он яркий Был Там по моему Денег не жалели Но Свенская ярмарка Это было Вне бюджетное Мероприятие И в этом Была сложность Но это Такое Дорогое Мероприятие Потому что Все Вот от начала До конца Идеология Содержание Находки Решения Режиссерская Вспомните Ту ярмарку Ведь придумывали Все Вы Вот да Я была там Хозяйка Помню Боря Вишневский Конечно Боря Вишневский Был главным Режиссером Постановочной Группы Стадиона Которую Тоже Я входила Он был Главным Режиссером Я была Режиссером Постановщиком Из Казахстана Приезжал К нам Режиссер Фона Художественного А кто Придумал Вот это Вот все Выплывание На ладьях Это все Вот я говорю Я была там Полная хозяйка Поэтому Вы знаете И поскольку Оно было Сейчас этого Нет уже Сейчас ладьи Не выплывают Нет Но тогда Это было Просто как Сродни шоку Денег не было Так Централизованно Не на сценарий Чтобы его Оплатить Не на этот Самый Поэтому я Придумывала Совершенно Свободно А Исполнение По тем Заданиям Чертежам Чертежи Художники Работали Инженеры Делали Чертежи А задания Горком партии Распределял Между районами Между районами Предприятиями Но вы знаете Идея была Такая Захватывающая Народ Дофантазировал Там очень много Очень много Вложил От себя И руководителей Предприятий С очень большой Заинтересованностью И каждый Хотел показать Себя Свой район Вы первооткрыватель Это можно сказать Однозначно И 32 года С тех пор Это настолько Стало традицией Что сейчас Без свинской Ярмарки Народ может Там все что угодно Говорить Что Ой да не пойдем Мы туда Да там Все равно Все равно Все идут Все равно Толпы людей Туда приходят Все равно И там знают Там будет и хлеб И зрелище Может быть Вы вот только В дальнейшем Принимали участие Еще в свинской Ну конечно Я делала первую ярмарку Я делала вторую И третью И последнюю ярмарку Когда ее перенесли В город И она благополучно погибла Потому что это Вот именно там Где она и была В старину Вот там вот Она и жила На Лугу Да На Андреевском И когда ее возродили Вот уже В 2000-е годы Я тоже делала Вот первую Возрожденную ярмарку Я делала И вторую По-моему Ну я уже забыла Я очень много И делала И коллеги мои То есть мы к этой теме Прикоснулись Все почти Мои коллеги Прикоснулись К этой теме Это здорово Вот что называется Вот так родятся традиции Я Еще один маленький сюрприз Приготовил для вас Давайте послушаем Еще одну Прекрасную женщину Тоже Вашу коллегу И Попросил ее Что-нибудь сказать Про Риммель Яну Сенчукову Вот что она Нам поведала Давайте посмотрим Успех Любой отрасли Деятельности Таких как Наука Культура Здравоохранения Зависит От личностей И тем успешнее Отрасль Чем больше в ней Трудится Легендарных Личностей Римма Емельяновна Без преувеличения Скажу Давно стала Легендой Русской культуры Не просто Брянской А русской Российской Потому что Как режиссер Постановщик Не только В Центральном Федеральном округе Но и во многих Уголках Нашей бескрайней Страны Она ставила Замечательное Незабывающее Представление Это режиссер Который умеет Увидеть сверхзадачу Выстроить кульминацию Так Что никто Не остается равнодушным Пожалуй Только она В содружестве С Борисом Яновичем Вишневским Делала целый ряд Праздников Где количество Участников И зрителей Превышало 100 120 тысяч Человек И площадка Была настолько Мудро Красиво Распределена Что каждый Находил в ней Свой вид искусства Жанр Свои интересы Я думаю Что она Неудобный человек Потому что Как настоящая Творческая личность Она не допускает Чтобы на репетициях Танцевали В полноги Были непрофессиональны Неряшливы Но Когда она Делает концерт Коллективы Которые Даже знакомы В мельчайших Подробностях Вдруг предстают Совершенно Новыми Она Как настоящий Режиссер Учитель Однажды Я столкнулась С тем Что на концерте Посвященном 9 мая Юные чтецы Читали Недостаточно Пронзительные Ярко Стихи О блокадном Ленинграде И тогда За несколько минут Римма Емельяновна Восполнила Все то Что забыли сделать Учителя истории Она рассказала О блокаде Ленинграда Так Что плакали Все участники Концерта И вдруг Вот этот Небольшой Фрагмент Вырос В колоссальную Эмоциональную Кульминацию Она режиссер От бога Она талант Она личность И именно Такие личности Двигают Культуру Вперед Наталья Александровна Говорит Как поет Да Стала без подготовки Искусствовед Да Тоже заслуженный Работник культуры Конечно Необычайная Женщина Был такой случай Помните Вы его с мальчиком В смысле Вот Который Когда вы рассказывали О блокаде Вы знаете Их Так много случаев Было очень много Ну вот Совсем недавно Вот даже вот в клинцах Да Вот Три раза записывали Девочку Которая была ведущей Вот запись Да Вот три раза И не удавалось А сказали ей Чтобы она погладила Котенка Во время То есть Ну вот Поглади руку Как котенок Вот И Мучилась Мучилась Вот я говорю А когда Вот сказали Вот такой вот Такой маночек дали Все Все пошло И она Одно слово Единственное Тишина Она сказала так Тишина Это Это просто Это непередаваемо Вот это надо Значит Вот где-то зацепить надо Вот когда трудно Исполнителю Вот Видно мальчику Было трудно Да я Ой Я помню Я по-моему даже помню И фамилию Там тоже Пришлось Как-то его Разбудить Эмоционально Где-то Немножко Потряси Где-то Вытащить душу Я вас слушаю У меня Мысль Одна Возникает Я тут беседовал На днях Приезжал к нам Малый театр И я встречался С Ведущими актерами С Невзоровым С Бочкаревым С Поляковой И Задавал всем вопрос Почему так происходит Что у нас Вот что-то Вот не то Сейчас С актерским цехом Среди молодых И Я ждал от них ответа Который они В общем-то и давали Они мне все В один голос говорили Отсутствует школа Поэтому Вот и Вопрос у меня к вам А У вас есть ученики? Потому что Опыт-то Извините меня Но это Варварство Это просто Не передавать Такой опыт Не использовать Вас в этом Чтобы научить Или вообще Возможно ли Такому научить? Вы знаете Что те студенты Которые Заканчивали курс У меня Они работают В культуре Ну вот Вот один Студент Старостой группы Бородин Вы понимаете Он остался Там в том же Он был директором Дома культуры Сельского Заочно учился В колледже В нашем Когда я его Встретила Через Очень способный Человек был И мы его И на семинары Потом приглашали Вот он был Директором Но концертный Режиссур Он тяготел Я говорю Ну как Это единичный случай Он говорит Ну что Сокращение Оставили мне 25% Ставки Не полставки Четверть ставки Оставил Вот и все Давайте Послушаем Звоночек Я понял Это Печально Все это Давайте послушаем Телефонный звонок Говорите пожалуйста Вы в эфире Представьтесь Добрый вечер Добрый Нами труд Должен Оплачиваться Высоко Это первое А второе У меня такой вопрос Скажите пожалуйста Правда ли Что вы Имеете Непосредственное Отношение К выбору Ансамблем Стажары Вот этого Названия Да Вы действительно Повлияли На выбор Названия Стажары Да не повлияли Просто Придумали Опять таки Экстремальная Ситуация Так Они были Победителями Очень такого Престижного Конкурса Среди Женедорожников Безымянный Ансамбль Во дворце Женедорожников Получил Путевку На гала Концерт В Москву Ну надо же Как-то Называться Да Это Все И Я Как художественный Руководитель Сопровождала Их Он был очень Молодой Тогда еще Только-только Родился И Спрашивают Ну как объявлять Как объявлять Как объявлять Какое имя А с ребятами Говорить на эту тему Было очень тяжело Вот сколько было ребят Столько мнений Как только доходило Там просто Доходило до конфликтов Поэтому ни у кого Не спрашивая Тихонечко Ведущий Я взяла И назвала Это имя Волевым решением Абсолютно И после этого Мы имеем то Что мы имеем По сей день Стажары Которые Дорогие друзья И здесь Вот на этом самом диване Тоже сидели Кстати Вот да Сидел и Потапчук Саша И Пономарев Андрей Сидели Люди Которые Помнят вас Прекрасно Мы уходим На рекламу Дорогие друзья У нас еще впереди Одна часть Звоните нам Не забывайте 30900 38900 Принимайте участие В голосовании В конце программы Мы подведем итоги И кому-нибудь Вручим Или вручим Два билета На спектакль Старик Хатабыч Нашего Брянского Драматического театра Все что было Все что ныло Все давным-давно Уныло Ныло Ныло Хорошо что взглядает Хорошая Главный режиссер Брянской областной Филармонии Заслуженный работник Культуры Римма Емельяна Синчукова Сегодня беседует Со мной Вспоминаем мы О постановках ее О многотрудном ее Творческом пути Римма Емельяна Давайте мы сейчас Окунемся на несколько Мгновений Поговорим о В принципе о том Откуда я вас Выкрал Выкрадывал Это с дня Славянского единства Ну что вы Были в совершеннейшем Раздрае Скажем так Это употребим Такое словечко Вы просто Практически Жили в Клинцах А я попрошу Нашего режиссера Сейчас нам Воссоздать Атмосферу Того праздника А вы нам Расскажете Как оно Все это Все что было Короче говоря В Клинцах Вот Пожалуйста Что На сей раз С чем вам пришлось Ну что На сей раз Ну вы же знаете Что раньше Фестиваль Славянского единства Он проходил В одном месте Да У монумента А Городская среда Она диктовала Другой жанр И Решили этот праздник В жанре Городского карнавала И поэтому Его Предваряло Этот праздник Предваряла Колонна Шикарная Карнавальная Колонна Которая Растянулась Где-то На несколько Километров И Прямо Бразилия Какая-то Да По идее И вот это Вот Вы смотрели Сейчас Это было Открытие Вот Открытие А после Открытия Там Ну было Просто Разноцветие Жанров Там был Сквер Это созвездие Талантов Улица Была Фестиваль Уличной Культуры Проходил В общем И концерты Профессионалов Были Это был Очень яркий Праздник Я возвращаюсь Опять Я смотрю На эти карнавалы Я смотрю Я Поражаюсь В очередной раз И в очередной раз Я задаю Этот вопрос Но Все мы не Вечно Это раз И здоровье У нас Постоянно Там Пошаривает И так далее Но Что Будет Когда Римма Сенчукова Не сможет Включать Свою энергию На полную мощность И делать Такие вот Бешеные Безумные Карнавалы Когда Римма Сенчукова Не сможет Разворачивать Самолеты Над Абхазией И возвращать И возвращать В Дядькова Что Будет Когда Римма Сенчукова Не сможет Устраивать Тючевские Праздники Праздники Тысячелетия Брянска И так далее Тому подобное Что Будет Вот Это вопрос На мой взгляд Чисто риторический Он остается Он Виснет В воздухе Нет Ну почему Вы не правы Я хочу сказать Что Вот у нас В департаменте культуры Так Замначальника Департамента Работает Лена Гаврикова Вот которую Я знаю Шестого класса Елена Афанасьевна Марина Она Активнейший Участник И любимый Участник Театра Романтика Дворца культуры Знаю прекрасно Это Деснянка На первой Свенской ярмарке Это моя Десняночка Так вот я хочу сказать Вот Она является Идея-носителем Очень многих вещей Которые Вот сейчас проходят Очень многие И я уверяю вас Если Не найдется Сценариста Она напишет сценарий Она выкопает Режиссера Она И сейчас уже Как-то Собирает В кучку Людей Которые Давая им Задания Так сказать Какие-то Мероприятия Поручая Есть такая Группа Людей Которые Могут Это и Тот же самый Толик Рудницкий Это и Орлов Юра И Таня Ломакова Из Дядькова У нас Ребята Поднимаются Хорошо Я На этот ваш монолог Взволнованный Я отвечу Одной фразой Которую я не устаю цитировать Постоянно вспоминать Фраза моего любимого Андрея Андреевича Вознесенского Который Говорил В свое время Мы научились Свистать Пол России Дай одного Соловья Разбойника Вот Вы Это Соловей Разбойник В моем представлении Вот поверьте мне Странный образ Нет Нормально Это хороший образ Вот такой Немножко сумасшедшенкой В хорошем смысле Вот именно Разбойник Вот такой И должен быть человек Который занимается Вот тем Чем занимаетесь Сейчас Рима Емелья Не хотелось О грустном Но Формат нашей Программы Он Предполагает Воспоминания Обо всем Что было Несколько раз В течение Нашего Вот сейчас С вами разговора Позвучало Имя Очень дорогого И вам Человека И мне Человека Дорогого И человека Которого Все помнят Которого Все любят Который Увы Так рано От нас ушел Ну Это был Настоящий Мужик Это был Вы прекрасно Вот на мой взгляд Дополняли Друг друга Вы с вашим Взрывным характером И Боря Вишневский Борис Янович Который был Спокойный Спокойный Который С барским Немножко Манерный Вальяжный Да Но вы вот Вот так вот Уравновешивали всегда И я думаю Что один без другого Просто не мог Себе представить И существование Это так здорово И мне бы хотелось Просто Сейчас прямо Вот минутку Вот эту вот Следующую Посвятить Боре Боре Вишневскому Давайте помолчим И посмотрим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Есть 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 Такие люди Которые У меня лично Вот совершенно Не ассоциируются С ушедшими Понимаете Как-то о них даже Не хочется говорить В прошедшем времени Ну вот Например Это Из великих Из известных Это Саша Абдулов Да Вот он Настолько живой Что не укладывается В голове Тот же Сережа Бодров Да Вот абсолютно Не укладывается В голове Что его нету И вот Близко общаясь С Борей Вишневским Меня тоже Совершенно Не укладывается В голове Что его нету Дипломная Ворхина Работа была Кстати Это медведь В обыкновенном чуде Еще задолго Как появился Абдулов Это было великолепно Это было событие Вот так Да Ну что же У нас Немного времени остается Но еще есть возможность Дозвониться Дорогие друзья Не хочется вот так На миноре-то заканчивать Поэтому Римма Емельяновна Вы Вспомните Вот пожалуйста Может быть Какие-то Какие-нибудь Интересные случаи Помимо того Что вы там Эскадронник Эскадрон Эскадру разворачивали Вот Какие-нибудь Любопытные Забавные случаи И Может быть Вы вспомните Тот Брянск 68-го года Каким он был Когда вы появились Здесь Что это был за город Вы-то приехали из Москвы Это был для этого В Прилуках Москва и Брянск Что это было Я помню До этого Вот я не помню Какой год был Вот чем Мне запомнился Брянск До того Как я Здесь оказалась Как-то Проезжая На каникулы Или проезжая Наверное Все-таки На каникулы Долго стоял Поезд А Из Москвы До Прилуг Мы ехали Поездом Москва-Одесса Москва-Кировоград Он стоял И часто Он был Дополнительный Поезд Летом Приезжаем Мы Нам говорят Больше часа Будет остановка И народ Говорит Все Давайте поедем В центр И мы поехали В центр Брянска Да В центр Доезжаем До Дармаша А нас не пускают Оказывается В этот день То ли утром То ли ночью Взорвали Храм Собор На набережной Вот это Вот это Я запомнила И мы Так мы не купили Мороженого Так мы не попали То есть мы доехали На сосны И мы вернулись Вот это было Это было Я никогда Я не могла Тогда подумать Что я здесь буду жить Через Несколько лет Понимаете Не думала А если бы Я все собираюсь Позвать на эфир Непомнящего Такой есть Знаете Наверное У него великолепная память Совершенно Он бы нам рассказал Как это все взрывалось Как наши сначала Минеры Закладывали снаряды Когда у них Трех раз Ничего не получилось Только сотрясали стены И все Потом вызывали Минеров из Москвы Для того чтобы Только разрушить Этот храм Вот были времена Вот так вот Да Римма Емельяновна Я бы с вами разговаривал Разговаривал Вот ей богу бы Давайте мы подведем К сожалению Время так быстро пролетело Давайте мы подведем С вами итоги Итоги нашего голосования Так Ну все-таки Большинство-то народа За массовые праздники Я бы Единственное Что бы Вот вообще Ваше отношение Какое? Я бы с поправочкой Все-таки Какое-то Я бы тоже Сейчас массовый праздник Немножко не тот Который он был раньше Сейчас Сейчас очень много Коммерции Много Разгуляй праздника Много гуляния А раньше все-таки Какая-то была Содержательная Часть этого праздника Более весомая Чем сейчас Сейчас Разлюли малины Клюква Понимаете А там Где остались Традиции Вот там Где удается Как вот я всегда говорю Что надо все-таки Найти какой-то способ Зацепить Вот так вот И вытащить душу Из зрителя Зацепить Вот Там Все нормально Там меня все устраивает Вот Ну Я бы оставила Праздники Традиционные Я бы оставила Профессиональные праздники Потому что Они нужны Конечно Профессиональный праздник Он дает возможность Показать человека Ему самому Вот Просто ему показать Человека В концерте В вечере тематическом Рассказать ему О нем самом Профессиональные праздники Очень важны Ну А вообще-то я хочу Ну Так получилось Что это стало Моей судьбой Ну как я могу Относиться к ним Как вы думаете Да уж точно Как это здорово Вы сказали Насчет вытащить Человека Да Я вот смотрел Это же прелесть какая Вот в Клинце Вот такой вот карнавал Как не хватает нам порой Вот такого Таких карнавалов Ну у нас Годи Ну а что такое Свенская ярмарка Это тоже Народный карнавал Да Конечно Так Ну и У нас всего было Два дозвонившихся Валентина Евгений Евгений Который Насчет вопрос Насчет стажаров И Евгений Который Сказал Кто ответил на вопрос Мой Ну вот Валентина первая Была Евгений сказал так Что По его мнению Любой труд Должен оплачиваться А труд Профессионала Тем более Вот Таким образом Профессионалов Мы и вернем Наверное Да Вот Ну и Валентина сказала Первая Которая дозвонила За нас Она сказала Насчет того Что это все таки Прежде всего призвание Ну и Давайте мы решим Кому отдадим Два билета В драмтеатр Евгению Валентине Ну я не знаю Решайте вы Я бы Я бы Отдала им обоим Обоим Их не так много Я так дорожу Людьми Которых эта тема Интересует Поэтому обоим Ну вот Ваша воля Закон Ну вот кто вам Дал два билета Ну дали им вот Четыре Дадут Четыре Договоримся Ладно Валентина и Евгения Вы Детьми сходят В театр На стариках А там Кобутыни Валентина и Евгения Таким образом Вы становитесь У нас Оба победителями И вам Достаются Каждому По два билета Сходите С родными Близкими Детей порадуете В конце концов В волшебной сказке Лазаря Лагина Старик Хатабыч Рима Емельяна Мне очень понравилось Как говорил Про вас Не конечно же Ее Наталья Александровна Очень хорошо сказала Но Толик Рудницкий Он в конце Вспомнил Стихотворные строчки И вот Даже не строчки А просто Выражение Восхитительное Безумство Вот На мой взгляд Дорогие друзья У нас сегодня В гостях Была Прекрасная женщина Помимо всех Прочих регалий Очень не люблю Не хочу Применять К ней слово Бренд Но Другого Не придумано Пока Бренд Нашего города Наталья Простите Рима Емельяна Сенчукова Это действительно Бренд нашего города Человек К которому Как нельзя К другому Какому-нибудь Подходит Это выражение Восхитительное безумство Спасибо вам большое Рима Емельяна За то что пришли И Порадовали нас В течение часа Нашего эфира Спасибо что позвали Это была программа Все что было Увидимся через две недели Дорогие друзья Всего вам доброго Субтитры сделал DimaTorzok